всем привет друзья мои сегодня хочу с вами поработать написать такой интересный яркий пейзаж так как у нас март выдался таким каким-то холодным хочется чего-то теплого такого уже солнечного летнего напишем с вами пейзаж хотя бы до такой яркий листочек у меня а4 грунтованный и угольным карандашиком я намечу сейчас себе основные какие-то моменты линии рисунка так ну вот если поделить холст пополам да я вот даже полностью не буду так засечки поставлю по бокам то вот линия горизонта дальних гор где-то середина вот верхней части там у нас вот я его даже неровно намечаю там какие-то будут холмики то есть все как бы достаточно в принципе больше не надо и линия дальних гор она будет буквально там вот ну совсем совсем очень такой маленькой тонкой полосой где-то там идти то есть вот так вот наметили очень очень маленькой полосой если поделить по вертикали наш холстик ну вот здесь я поставлю да такую засечку то вот в этой части у нас будет на вот этом холме будет домик и там в окружении каких-то как их кипарисы либо что-то такое вот я намечу вот крыша домика да вот небольшая основа у нас в принципе будет это вот это вот лужайка такая вот зеленая освещенная солнышком вот вот так домик намечаем ну и здесь уже будут там где-то вот тут деревце будет до такого повыше здесь внизу какие-то кусточки часть дома кусточками перекрыта там где-то за домиком виднеется маленькие кусочки дерева видны растут где-то вот тут тоже такой повыше просто черточками намечаю здесь как-то они вот так будут расти 1 пониже выше 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 и там дальше какие-то тоже кусточки пойдут вот наметили дальше на вот этом склоне тоже он как бы делится давайте его наверно разделим часть которая где цветы часть которая больше тут с кусточками вот от этого края отступаем немножечко дамы можно даже сказать в середине холста и вот где-то так вот пополам до проведем вот так то есть не доходя до середины здесь у нас вот так вот такой участок и потом вот где-то тоже середины вот так вот пойдут у нас сюда маки они тоже будут не до конца где-то вот тут вот так вот таким вот пятно ну тоже перемешку и трава будет видна да и маки ну то есть так вот примерно себе наметили дальше здесь какой-то кусточек будет здесь кусточек будет так вот я их здесь поменьше не особо вырисовываю то есть как она потом получится может даже как-то и по-другому получится за то есть ну что-то такое наметила и теперь будем работать красочками я сейчас себе добавлю краски на палитру палитра у меня вот такая вот поле палитра маленькая очень удобная комфортная проклеенная кстати с двух сторон уже взяла себе так вот и я добавляю это естественно белила титановые без белил никуда красочки добавляю по чуть-чуть не забывайте что акрил очень быстро сохнет и лучше добавлять по чуть-чуть сейчас я выдавлю все наверное себя потом вам просто палитру покажу чтобы время много не занимать итак друзья вот и выдавила красочки белила такая вот желтая зеленая светлая лимонная охра желтая красный коричневая это умбра травяная зеленая даже зеленая вередоновая у меня и голубая для неба кобальт сини это ну то есть можно голубой уфц взять в разбили то есть для неба можно какие ультрамарин тоже туда пойдет понадобится потом еще немножечко черной но это так в конце чуть-чуть я ее потом добавлю чтобы она у меня просто не лежала не сохла там совсем-совсем граммулечку надо будет так я себе беру кусочек бумажного полотенца кисточку он промакивать так и кисточку я возьму наверное вот такую сразу покрупнее синтетика номер 18 брауберг так окунаю водичку и сейчас я сделаю небо я смешиваю вот этот кобальт свой с голубой я буду голубую называю голубая называть вы имеете ввиду что у меня это как бы кобальт если кому принципиально да кому не принципиально можно в принципе я же сказала да что можете взять какой-то другой оттеночек синего и вот так вот быстренько горизонтальными мазочками начинаем заполнять небо дальше кисточку я не протираю беру чистые белила а то что осталось на кисточке а ну как бы ну сама уже подмешается работаем быстренько чтобы у нас получился как бы плавный переход здесь единственно домик надо было вот на этой линии что-то я перепутала сейчас закроем там он несложно потом ниже нарисуем не страшно вот так я заполняю мне просто захотелось такой оттенок сделать более интересный синий не именно голубую вы хотите себе небо сделайте какое-нибудь например другое теперь я беру вот белилки да вот еще больше и капельку капельку добавлю красненького чтобы он был почти белый но немножечко 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 розовил даже вот еще он должен быть очень-очень светлый но такой вот легкой легкой красниночкой и вот тут к низу я добавлю вот такие там какие-то облачка смешиваю теперь беру чистые белилки и вот чтоб такой как бы краешек остался что там облака какие то вот буквально так вот но не крестообразно ну что то такое вот ну тоже мягенько нанесла то есть как бы креста образно могу так движение доделаем а это более мягко вот как то так вот достаточно принципе вот такое небо теперь смотрите дальняя линия гор у нас это тот же разбеленный синий только соответственно синего чуть-чуть побольше и можно в него добавить немножечко немножечко красного чтоб он стал не прям такого оттенка как небо да такой вот слегка как бы фиолетовид он вот такой вот красивый оттеночек и вот дальняя линия гор вот она у нас это линия да мы ее начинаем вот так вот даже видите много надо больше белил то есть они далеко они должны быть вот вот так вот видите они должны слегка-слегка там быть видны и их там очень-очень они малюсенькие то есть чуть-чуть их видно здесь у нас домик да где-то будет и с этой стороны тоже вот намечу какие-нибудь там горочки там где он у меня серединка я вот беру этой же кисточкой больше синего я эти горы чуть-чуть сделаю как бы вот так вот легкими движениями спускающимися как бы с гор до чуть-чуть их сделаю по контрастнее по четче то есть по контрастнее значит поярче да по насыщеннее цвет так чтоб ну мало ли кто не понимает вот для того чтобы вот внимание у нас здесь будет домик да как бы чтобы привлекало внимание к домику то есть здесь более контрастный там более такие уже можно здесь вот по краям чуть-чуть добавить как бы этого движения чтобы они у меня у нас не были такие скучные а было какое-то там тоже посветлее потемнее но такие вот нюансы эти они в принципе бледные сюда же в этот оттенок я добавляю веридоновую голубой и веридоновая то есть вот такое что то надо как бирюзовая смешать то есть синий зеленый такой оттенок получается у нас вот и вот здесь где-то в середине тоже опять таки это нам будет давать понять привлекать внимание именно к центру до работы здесь вот сюда ближе они видите уже более такие темные что ли скажем так но тем не менее они все равно очень далеко и поэтому они у нас такие вот ничего мы там не видим да они очень очень бледненькие на белилках что-то вот здесь вот эти вот линии которые мы карандашиком до плановости то рисовали линия гор вот эти ровными не делаем там тоже какие-то холмики склонники так вот захватываю больше зеленой зеленой синий но вот чтоб она потемнее было меньше белил у основания сделаю чуть-чуть даже потемнее вот так достаточно промываем кисточку ну видите да все оно такое пока бледненькая далекая домик с кипарисами мы прорисуем в конце пускай подсыхает все дело это у нас мы вот пятнышко оставили до беленькая где он у нас примерно будет то есть не потеряемся дальше я возьму вот эту желто-зеленую добавлю-ка я сюда обычная вот этой вот веридон очки он желто-зеленый но через зеленый сделаем его позеленее скажем так вот и теперь я вот такими движениями здесь у нас вот сюда склон до заполняю наполняю так если густенько идет водички добавляем там тоже такой вот неровный краешек какие-то травы то нас тут вот по форме склона я опускаюсь на кусочки эти можно тоже особо внимания не обращать а потом их прорисовать сверху чтобы не обрисовывать их там не стараться так закрыла теперь беру больше зелененького кисточку не промывала где-то какие-то травы покажем вот здесь у нас такой вот но в районе где домик да вот если ниже опуститься вот эта часть она у нас более светлая а здесь уже идет такой более и более горизонтальная а здесь идет склон и вот мы таким вот цветом покажем движениями направления там какая-то трава да это все очень далеко вот так вот плоско положу кисточку и вот так по процарапываю как бы показывая какие-то склоны промываю теперь я смешаю с лимонку с белилами получу такой нежный нежный желтый оттенок и вот его я добавлю где-то вот сюда так вот не сильно видно да охра подмешалась мне такой вот бледно бледно желтенький где-то посветлее делаем здесь да также посветлее вот тут где-нибудь можно пятнышек поставить чтобы было интересно да как бы большое пятно у меня зелени получилось то есть я его разобью чуть-чуть более светлым вот что-то такое создали более зеленым где-то вот так коротенькими коротенькими мазочками довольно таки сухенько имитируя травку какую-то да то есть я двигаюсь вот кисточкой небольшими размахами до коротенькими мазочками и слегка вращаю кисточку чтобы направление у этих травинок было такое вот разнообразное что-то такое создали сюда чуть-чуть поднимемся покажем что у нас здесь более такая горизонтальная уже поверхность очень-очень сухенько промываю кисточку и сюда же возьмем вот где мы разбили на красный делали да тут такое чтоб он не сильно яркий был промываю влезла в коричневые на маленькой палитре показывать ее вам удобно располагать располагать краски да там работать более большой кисточкой не очень удобно вот вот такой розоватый оттеночек вот тоже немного и сухенько тоже где-то здесь вот так вот мазочками какими-нибудь коротенькими нанесем потому как маки у нас не только же здесь до растут они там тоже присутствует ну так вот немножечко каких-то пятнышек добавим по зелененькому да как бы они там в траве у нас растут чуть-чуть покраснее мазочки уголочком кисточки можно чередовать мазочки чтоб они не были одинаковые да вот именно какими-то полосочками а чтобы они были разные где-то точечки да вот от уголочка кисточки вот раз да провела были полосочки потом точечки но это так условно я вам говорю да полосочки точечки понимаете про что я говорю чтобы разнообразные мазочки были вот так покрутила даже кисточка немножко дальше в этот светло-зеленый я добавлю побольше веридоновой и вот эту нижнюю часть я закрою вот таким цветом водичку где-то больше веридоновой где-то больше такой светленькой то есть уже такие мазочки здесь уже ближе к нам и вот набирают чистую веридоновую до кисточку не промывала она там светлым ближе к нам мы уже как бы видим побольше траву как бы можно уже какие-то вертикальные мазочки до показывать туда же беру набирают и же кисточкой каких-то светлых вот так вот она не особо высокая сначала такими до большими массами закрыли желтенькой также сюда можно она сейчас тут начнет зеленью перемешиваться пока та не высохла будет очень интересно получаться цвет такой яркий будет зеленый работаем мазочками сильно ничего да не прописываем никаких травинок отдаем общее понятие того что у нас здесь происходит вот так накидали промываю кисточку сейчас я хочу получить такой глубокий глубокий зеленый цвет и для этого я возьму капельку умбры вот попробую смешать с нашей веридоновой получить такой темный темный зеленый цвет на уголок вот набрала и кое-где я сейчас нанесу такого очень темных мазочков для того чтобы у нас зелень здесь была разнообразная коричневый и веридоновая белилки и желтенький с вот этого края у нас будет тут посветлеют я беру и вот так вот втираю даже можно вот желто зеленый взять чтобы белилки у нас сильно не высветляли да как бы все это дело и вот так плавненько плавненько пошло туда поярче здесь тоже вот в маках у нас будут кое-где виднется все таки желтые вот эти вот акценты какие-то да то есть кое-где можно подчеркать между маков они будут видны потом сверху в акриле мы это смело нанесем эти маки здесь уже поменьше кое-где будут какие-то моменты принципе потом можно смело это сделать когда мы нанесем уже до все цветы и если увидим что где-то у нас чего-то не хватает мы можем эти вот окошки травки этой добавить дальше веридоновая с желтенькой вот салатники салатовый такой как как ярко зеленый да вот этот цвет нанесем вот здесь где у нас будут кусты сюда наносим этот оттеночек вот как бы продолжая склон до промываю кисточку добавлю еще себе белил самая расходуем расходуемая краска белила кисточку промыла сейчас я мастихин сразу очищу у меня белилки в баночке так белилки и вот с этой стороны вот этот участочек да я вот так вот вмешивая вмешивая чтобы они не белые были а такое вот очень очень светлая тут такой кусочек небольшой светленький так здесь тоже можно в принципе сделать этот зеленый немножко посветлее краям кое-где возвращаю зелененький это веридонка с желто-зеленым то есть чуть-чуть набираю какие-то чтоб не было пятно такое просто до зеленая вернее высветленная а вот что-то такое там легкие разбеленные такие вот в общем и целом она смотрится светло но не однородным каким-то пятном до скучным светлым а то есть светлее остального но тоже с какими-то тем темными моментами но эти темные моменты по сравнению допустим с вот этим темным да они очень бледные дальше и белилки с красненьким вот этим розовым оттенком вот отсюда у нас пойдут тоже маки через вот такой вот оттеночек то есть начинаем с таких вот таких светлых потом больше добавляем красного тоже где-то уголочком должно быть плавненько плавненько здесь заполняя вот эти вот частки сюда уже поярче вращайте кисточкой чтобы вот движение мазочки было не какое-то выглаженная до в одну сторону все-таки это как раз таки вот вот эти пятна желтые которые мы нанесли вот если будете их вот так вот стараться обходить она сама по себе получится что вы будете менять направление кисточки менять вот так вот заполняем заполняем здесь вот можно где-то даже с вот этим зеленым смешать чтоб все мазочки не были идеально красные а где-то маки прячутся в траву да сквозь траву они видны и такие уже будут не чисто красные и продолжаем заполнять вот так крутя разнообразными мазочками не сильно крупными даже подразумевается у нас там маки здесь траве они тоже могут быть они конечно будут не такие яркие да как вот на солнышке вот тут серединке но они все-таки будут не заканчиваем вот это вот пятно мака какой-то резкой границей то есть где-то заходим в траву пускаем их в эту травку вот таким образом нанесли пускай они у нас пока подсыхают и сейчас мы с вами сделаем теневую часть наших кустов буду я наверное этой же кисточкой работать возьму для начала зеленый с коричневым темную такую зелень на уголок набрала и вот где у нас вот здесь кусточек есть да и уголочком вот так вот так вот натыкиваем создаю какой-то кусток пока таким вот темным дальше где-то вот здесь тоже кусточек основание да видите я им более так вот прочертила как бы чтобы у них было основание какое-то вот такое что то дальше здесь какой нибудь вот тут вот раз посажу какой нибудь маленький кусточек около него вот здесь пускай будет тоже вот вот сюда пускай будет расти вот тут и что то какое то такое кустик как нибудь вот так и вот здесь поближе уже к нам околомаком ну 1 давайте посадим куда нибудь вот сюда такой крупненький здесь а другой пускай будет вот сюда вот так пойдет то есть один вот здесь более такие крупненькие кисточкой тоже вращаю вики в разные разные стороны то есть там что-то можно вот так вот показать как-нибудь поинтереснее их повернуть вот такой какой-нибудь кусточек все теперь нам надо подождать пока это все дело подсохнет это грузину чуть-чуть подсохла мы продолжим я возьму синтетику уже поменьше сейчас с вами прорисуем собственно сам домик и деревца маки наши чуть-чуть еще пускай подсыхают я беру красненький добавляю в него чуть-чуть коричневенького немножко чтобы такой грязно-красный на был и намечу наш домик сначала делаем дом а потом его перекрываем до с дальних планов на передние двигаемся и вот здесь у нас такая небольшая крыша крыша состоит из двух как бы до частей более освещенной и более теневой здесь я уже могу ставить поспокойнее руку чтобы проработать мелкие детальки и теневая сторона у нас довольно таки темная прям вот можно этой же кисточка не протирая не протирала не промывала набрала коричневый и вот с теневой стороны у нас крыша вот такая темная теперь промываю кисточку сделаем стены нашего домика стены тоже одна получается да как и крыша с освещенной стороны у нас будут посветлее с теневой день холодная в этом случае у нас белилки желтенький это у нас такой вот очень-очень светлый желтенький даже можно сюда капельку капельку охры добавить чтобы он такой более теплый был и не спорил соответственно с травой вот такими вот вертикальными мазочками я ставлю стену нашего домика вот а с теневой стороны у нас больше она такая вот возьмем кобальт с красненьким такой вот фиолетовый темный темный грязно-фиолетовый вот синенький с красненьким это будет теневая часть домика вот так вот и наметили дальше там у нас есть какие-то окошки да но мы так прям сильно их не будем прорисовывать это очень далеко я в этот фиолетовый вот чтобы он был темнее добавлю капельку коричневого прям капельку здесь там виднеется что-то такое пятнышко типа двери там где-то виднеется кошка какое-то ну и потемнее чуть больше коричневого чтобы в теневой части тоже было видно там тоже какие-то окошечки есть вот так вот два пятнышко буквально поставили и достаточно и сейчас мы все это дело перекроем зеленью я беру зеленый с коричневым опять-таки делаю теневой да вот этот оттеночек зелени тут вот у нас какие-то кусточки уже кисточкой я работаю до более маленькой вот частично домику так закроем тут по низу немножечко каких-то мазочков дадим вот сюда пойдут куда-то там здесь тоже маленькие кусточки полностью прям не перекрываем до его чтобы так вот это такими пятнышками здесь вот у нас деревца до 1 поменьше другой побольше такие вот разнообразные не совсем неудобно ну вот так вот что-то легкими движениями такими вот как натыкиваниями что ли я показываю вот эти вот деревья и там дальше еще продолжают расти тут маленький посажу какой-нибудь кипарисик тоже какие-то что-то кусочки вот они еще дальше там продолжаются идут и вот так вот прям на нет сходят дом на холме у нас получается с вами дальше вот тут за домом да где-то там тоже кипарисик растет небольшой вот получились одинаковые длины вот так не должно быть делаем разных один поднимаем тут вот где-то рядом с ним видно чуть-чуть совсем такой маленький с этой стороны тоже какой-нибудь такой небольшой прям вот легонечко легонечко касаюсь кисточкой чуть-чуть это же такое до движение видно что у нас домик в каких-то прям зарослях зарослях кипарисовых и вот в этих вот кусточках тоже здесь покажу какие-то один и где-то тут рядом тоже пускай повыше будет он вот так вот то есть но тоже смотрите чтобы они как бы разные добыли все кипарисики приблизительно там плюс минус не то что там там конкретно да все разные и где хочу еще вот здесь посадить какой-нибудь такого пускай он только-только начинает расти такой небольшой маленький вот прям не хочется вот так как бы вдалеке если так уж взяться детализировать нужно немножко вот домик уже у нас акцент на домик до падает вот беру коричневый легонечко легонечко под крышей может быть теневая вот я коричневым вот так вот проложу эту теневую плюс допустим если не ровно получилось к примеру желтеньким да вот этот светлую сторону домика нанести можно в принципе как бы этим движением подправить ну и саму собственно крышу я возьму капелюшечку желтого вот буквально испачканную тихточку вот по этой стороне добавлю немножко вот прям жиденько так чуть-чуть поярче как бы солнышко падает да ну так вот совсем совсем немножко даже не сильно то и заметно вот пока с этим все теперь надо сделать маки прорисовать маки вот я беру красный и вот эта масса у нас останется да но чтобы нам понимать что это все таки маки мы некоторые некоторые прорисуем более четко возьму красный с капелькой синего чтобы затемнить можно в принципе если у вас у меня есть но я не хочу я себе вечно усложняю задачу можете взять просто какой-то красный если темнее есть у вас возьмите его просто и все и вот более пастозно я какие-то вот такие вот даже сильно не вырисовывая там чтобы было видно до каждый лепесток так а ну-ка я наоборот сделаю посветлее на темном сделать наоборот светлее с белилками здесь вот в темных местах а ну-ка видно не особо да значит надо темнее через коричневый вот так поступать то есть видите тоже экспериментируйте как бы вот какие то здесь такие вот показать более как бы сформированные да скажем так за более пастозных можно по выкладывать здесь дальше там у нас уже просто вот я ставлю мазочки пятнышки здесь поближе уже соответственно более в цветок собираю мазочки пускай они какие-то сильно и незаметно до сливаются с фоном общее понятие вот у отдельных вот этих цветочков которые здесь в траве мы будем иметь представление о том что здесь у нас все таки это цветочки какие-то отдельные лепесточки где-то все таки будут видны немножко здесь короткими мазочками так заполняем смотрю еще там где вот у меня белый остался непрокрашенная бумага но кто бумага кто холст на холсте дописки то есть заполняю еще как бы этими мазочками цветочками тут какие-нибудь мазочки вот вот такое у нас получилось прям маковое поле белилки с красненьким розоватым оттеночком нам нужно вот эту вот резкую границу как бы уйти до туда вот я таким даже еще больше белилок прям таким разбеленным разбеленным красненьким вот сюда вот так уведу вот эту вот четкую линию чтобы резко да не заканчивались то также этим розовым нужно зайти где-то в красненький наоборот вы получится такая вот что-то типа плавного перехода вот такая полянка про то что я говорила сейчас вот этим желто-зеленым можно к примеру добавить какие-то моменты к примеру где нам не хватает до вот этой яркости желтости можно даже чередовать где-то брать лимонку где-то брать вот этот зелененький чтобы разные вот эти вот окошечки между цветов травки были и соответственно их делаем такими вот штришками да но и соответственно разные старайтесь делать не одинаковые формы какой-то длины где-то пошире потолще где-то там то есть она же не может одинаково все это в природе расти вот и вот так мы добавляем здесь чуть-чуть побольше на просвет идет уже основная масса у нас где-то здесь до середине здесь уже более свободно от маков но надо чтобы просохли красные чтобы нам было комфортно все-таки наносить вот эти зеленоватые оттенки и вот этот красный сильно не подмешивался если не понимаете к примеру да где вот хватает где не хватает прищуривайте глазки и вот смотрите как вам нравится или нет вот стоит где-то еще допустим добавить какой-то зелени или к примеру уже и так красиво прищуривание глазок очень помогает вот меня в принципе вот это вот уже как бы и устраивает в принципе неплохо вот здесь только такое большое пятно и осисть чуть-чуть кое-где вот так подразобью вот и здесь можно уже сделать к примеру какие-то моменты вот что нибудь веридонка допустим да с вот этим вот лимонным каких-нибудь таких вот мазочков поставить легонечко не сильно много слегка поставить какие-то намеки на травинке только намеки сильно прорисовывать тут даже смысла нет можно взять вот чистую веридонку где-то вот здесь в светлых местах аккуратненько касаюсь к холсту то есть кое-где вот так можно чуть 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 показать вот таким вот образом так ну и сейчас нам нужно сделать в принципе вот эти наши кусточки да они у настолько теневые а нам нужно все-таки дать им объем я беру кисточку щетинку уже вот такая верно она видите у меня не сильно у нее прям вместе ворсинки а такая вот она жиденькая да скажем так редкие волоски так я себе добавлю лимон очки и так охра с лимонкой вот я смешиваю краешком кисточки охру с лимонкой сюда же чуть-чуть веридоновой такой вот зеленовато охристый оттенок это еще не самый светлый самая светлая будет потом и вот начинаю я вот так вот аккуратненько натыкивать уголочком кисточки она создает такие вот интересный краешек у кустика и теневую оставляем как бы там не полностью забиваем вот так нанесли средний такой оттеночек и вот в принципе на каждом кусточки нам нужно проложить вот эту вот такую вот средний цвет этот этой зелени такой какой-то болотный получается оттеночек где-то можно вот так царапнуть по травке к примеру вот так видим да не полностью то есть теневая у нас видно и очень-очень аккуратненько таким цветом прям вот еле-еле касаясь я вот по нашим типа рисиком тоже с левой стороны аккуратненько аккуратненько они там у нас маленькие легонечко легонечко пройдусь буквально там несколько маканий но тоже чтобы показать да что они у нас там что-то есть какое-то освещение промыла я кисточку теперь я возьму желто-зеленый и прям вот в чистом виде и на дальнем плане у нас там не только вот кипарисики да и вот эти кусты перед вот этими кустами там есть еще растут какие-то такие вот какие-то кусточки более светлые вот я это вот так покажу и вот здесь впереди они там небольшие они маленькие тут в принципе кипарисы тогда у нас не огромные эти и подавно совсем-совсем такие крошки можно даже вот этот зеленый желто зеленый добавить в него к примеру потеплее чего-то такого желтенького лимонки добавить и он будет потеплее уже желтенький вот где-то здесь тоже чуть-чуть добавим дальше там у нас уже в принципе вот так вот край подчеркну можно пробежаться где-то по вот этой зелени остатками чуть-чуть приглушить ее чтобы она не была такая прям очень яркая светлый светлый холмик но красками вот именно остатками краски что вот на кисточке остались так как бы процарапывание так и делаем и получается так полупрозрачно то есть не полностью мы вроде проводим по всему зеленому да но за того что краски там практически нет она вот ну слегка прибивает как бы делает более спокойным так теперь я смешаю лимонку с белилами сделаю такой яркий солнечный оттеночек и можно капельку добавить попробовать биридоновой ну такое вот что-то получилось и с освещенной стороны вот я начинаю даже нет на на просто сделаю лимонку потому что сливается с общей массой травы вот я беру желтенькую добавляю беленькую вот такой вот сейчас вот попробую таким если допустим мне не понравится я к примеру добавлю был больше могу добавить желтенькая конечно очень видите на палитре вроде бы он желтый а вот на холсте он прям какой-то белеса то есть пробуйте не сразу вот намешали да и начинаем там выкладывать вот так уколочком я натыкиваю создаю какую-то красивую интересную форму этим кусточком вот такой уже у нас поинтереснее получилось теперь я возьму виридоновую без белил только смешаю с лимоны с лимонной желтой и получу вот такой классный салатовый оттенок вот его тоже в освещенную часть можно куда-нибудь добавить красивого оттеночка главное не перебейте полностью всю темноту есть под кусточками у нас обычно вот здесь до темнота так они как-то неестественно смотрится вот я сейчас возьму веридонку и с вот этим кобальтом вот такой получается даже кобальта можно побольше чтобы такой прям синела тень вот где-то можно даже здесь таких вот оттенков проложить синеющих до тенюшки какие-то ну так чуть-чуть совсем и здесь под кусточками вот вот в эту сторону вот так вот такими прерывистыми как бы линиями до вот здесь добавить таких вот теневых еле касаясь таким же теневым вот где-то здесь пройду сильно получилось ну так в принципе уже как бы неплохо ну можно взять к примеру смотрите если у вас получилось тень очень да такая плотная вот у меня здесь к примеру да я хочу чтобы у меня вот эти кусты немножко немножко они все-таки от мака выделялись я возьму вот так слегка пройду вот этим желтой зеленым вот здесь можно между да вот осталась одна полосочка вторая как бы тень ну так падает интересно вот здесь около теневой можно более яркие пла проложить акценты такие и тень будет смотреться интереснее где-то в тени можно маленькие капельки и поставить сквозь листву куста самого пробивается свет в тени то есть она не сплошным пятном до таким а то есть какие-то там солнечные лучики пробиваются так дальний план нужно как бы неровная линия вот так вот форсинками чуть-чуть чуть-чуть показать какое-то движение что-то там троинки растут ну это я уже от себя вот честно придумываю то есть можно этого и не делать но мне вот хочется чтобы на такое посложнее было что-то интересное так ну и в принципе на этом как бы можно и остановиться сейчас одну детальку мы с вами сделаем я возьму кисточку вот другой стороной возьму наверное попробуй синий с коричневым смешать такой вот вот он коричневый но он стал немножко холоднее что ли скажем так и вот на некоторых маках здесь вот я поставлю такие вот как серединке до чтобы видны были какие-то пятнышки что у нас там это маки у них серединка есть это не уже тут подсохли то есть задаем такой это еще большее понятие скажем так того что у нас здесь все-таки цветы не просто какие-то мазочки да еще и вот и и серединке у них есть буквально чуть-чуть не все они к нам повернуты как бы да и не на всех мы видим эти серединке то есть вот и все друзья такой вот пейзаж у нас интересный яркий веселый солнечный получился и сейчас я сниму скотч чтобы показать как работа выглядит без скотча как бы в рамочке в такой всегда этот момент интересен такая она уже аккуратненько получается с грунтованной бумаги очень легко снимается скотч единственная вот там вот акрил подсох и прям присох немножко скотч то есть смотрите еще здесь какой нюанс может быть да если вы возьмете голубой к примеру другой для неба то вы должны учитывать что если вы его будете подмешивать красному там даму немножко будет меняться цветовая палитра ваша то есть у вас получится к примеру не такой зеленый немножко другого оттенка либо какой-то к примеру красный синим down там фиолетовый будет он тоже получится такой грязновато фиолетовый но немножко другой то есть не расстраивайтесь по этому поводу это просто как бы ну пигментный состав красочек же разные поэтому и эффект может при смешивании быть разный ну вот и все друзья вот такой мастер-класс у нас получился такой яркий солнечный летний пейзажик а вы подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал в рутубе в дзене в телеграме тоже канал завела вы там можете общаться с друг другом да какую-то я информацию нет нет буду скидывать то есть какие-то вопросы задать к примеру да там просто это быстрее да вот для общения там даже не то что прям канал какой-то а больше наверное чтобы быть на связи да там общение какие-то фотографии туда своих работ можно к примеру на скидывать и уже там что-то я подскажу либо я допустим не могу быть в сети да кто-то другой более опытный художник может то есть взаимодействие как бы с единомышленниками контакт какой-то то есть вот так вот подписывайтесь все ссылочки есть в описании кстати не знаю как у кого сегодня у меня кстати в инстаграм я зашла так что подписывайтесь и на инстаграм контакте работает в принципе и фейсбук у меня работал почему-то бесперебойно то есть я не знаю что это произошло может это временно ну вот периодически бывает попадаю фейсбуке если кто-то там заявки в группу кидает фотографии да или мастер-классы какие-то свои ли работы если я сразу не принимаю не обижайтесь потому что я повторюсь я захожу через раз он там дня три не заходит потом случайно каким-то чудесным образом зашло это не от меня зависит вот друзья но все на этом все подписывайтесь на канал и здесь ставьте лайк не забывайте включайте колокольчик кто не подписан подписывайтесь я это мы с вами прощаюсь пока пока а ну